Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Добрый день. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам-ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Вы знаете, это программа, в которой мы встречаемся с успешными, с самыми успешными бизнесменами России и пытаемся узнать о них, как же такими успешными становятся в конце концов. Это всегда очень интересно. Я с удовольствием представляю моего гостя. Сегодня в студии бизнес-класса Валерий Панкратов, генеральный директор компании SAS Россия СНГ. Добрый день, Валерий. Добрый день, Олег. Тема нашей сегодняшней беседы – рынок решений для высокоточной аналитики, разработка и продажа решений и услуг в области бизнес-аналитики. Об этом мы сегодня будем говорить с Валерием. Уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Всем этим вы можете воспользоваться для того, чтобы позвонить, либо написать, задать свой вопрос и поделиться собственным наблюдением в обозначенной области. Ну что ж, давайте начнем беседу. Валерий, первый мой вопрос. Ну, традиционный, наверное, и независимо от того, кто сидит в этой студии передо мной, я, естественно, начинаю с того, чтобы подробно разобраться о предмете. Вот что такое бизнес-аналитика, если можно, расскажите нам, пожалуйста. Ну, бизнес-аналитика, это термин сейчас широко употребляемый среди профессионалов самых различных индустрий. Соответственно, подразумевают многие люди, конечно, каждое свое. Общее определение можно найти, ну и Викиликс, и, да. Но свою трактовку я бы дал так, что бизнес-аналитика представляет из себя методы и инструменты, в основном IT-инструменты, которые позволяют хранить, извлекать, анализировать, моделировать, визуально представлять ту информацию, которая необходима сотрудникам различных учреждений, компаний для принятия решений. И все это делается на основе фактуры. Именно вот фактически данные, а не принципиальны. Здесь очень важно всегда, действительно ли любой, ну, вот в числе ваших клиентов кто, какие компании, чем они занимаются, любой бизнесмен может обратиться за услугами к бизнес-аналитику? Да, наверное, любой бизнесмен может найти пользу от того, что он работает с компанией, ну, в частности, с нами, с SAS. В основном мы все-таки концентрируемся на компаниях больших. Почему? Потому что, собственно говоря, когда компания маленький и объем данных не столь велик, тогда аналитика может происходить у человека в голове, да, то есть для этого не требуется. У человека, у бизнесмена у самого. У бизнесмена, конечно. Не надо привлекать никаких. Да, у меня был, ну, есть очень хороший знакомый, финансовый директор крупной компании. Так вот, он говорил, что компанию до 50 миллионов долларов, да, основные контракты, основные проводки, состояние дел он может держать в голове. И вот только после этого, ну, это, конечно, с определенной натяжкой, но, тем не менее... Я думаю, что он, да, он выдающийся человек в своей области. О, да, он достиг и, больше того, стремится к новым вершинам. Очень сильный управленец. Вот, но для больших компаний, тем не менее, объем данных становится настолько велик, и они настолько разнохарактерны, что для того, чтобы сделать новые какие-то управленческие выводы, исследования, принять решения, желательно, конечно, проанализировать вот весь этот комплекс данных с помощью специализированных инструментариев и, соответственно, людей, которые специализируются на этом, для того, чтобы оптимизировать свою деятельность с привлечением вот к анализу максимального количества информации. Потому что, вот, собственно говоря, чем больше информации есть и чем более структурирована она может быть исследована, тем более точно можно строить прогнозы и, соответственно, более оптимально выстроить свою дальничную деятельность для получения тех результатов, которые, собственно говоря, предъявляют акционеры или государственные служащие, ну, в зависимости от того, какого рода это компания или организация. Ну, в любом случае, да, это необходимо для оптимизации, как модно еще говорить сейчас. Валерий, у меня просьба, расскажите несколько слов, пожалуйста, в принципе, о компании SAS, да, как давно она на рынке, собственно, чем она сейчас занимается, вот, в 2013 году. Компания SAS является американской компанией, это крупнейшая частная IT-компания в мире. Ее основал Джим Гуднайт, мы называем его доктор Джим Гуднайт, потому что он является профессором университета Северной Каролины, он сам по образованию статистик, поэтому то, что он задумал, и вот его детище, да, это продолжение его профессиональной деятельности, он до сих пор преподает. В настоящий момент компания достаточно большая, то есть это больше 12 тысяч сотрудников, она имеет более 400 офисов по всему миру, в частности, вот в СНГ, в России, мы присутствуем сейчас в Москве и в Киеве, присутствуем уже больше 15 лет. Локально у нас здесь более 150 сотрудников, которые очень фокусно подобраны, то есть у нас единственная сфера деятельности, в которой мы специализируемся, это аналитика, ничего больше, да. В этом смысле мы предоставляем услуги и продвигаем продукты, которые созданы вот этой американской компанией. Кстати, вот по поводу того, что сотрудники ваши фокусно подобраны, имеется в виду, что это специалисты одной, вот, я бы сказал так, узкой отрасли, да, бизнеса? Да, вы знаете, они даже, в общем-то, все практически приходят к нам из трех-четырех институтов, я бы сказал, 85% людей к нам пришли из трех институтов, с определенных кафедр, потому что в основном это математики. А что за институты? Это МГУ, МФТИ, но дальше вот есть там МИФИ, МАИ, но вот в основном МГУ... То есть некая кузница для вас, да, кузница кадров. Да, да. У вас есть какие-то договоренности с этими учебными заведениями или просто уж так сложилось? Ну, это не то, что договоренности, мы на самом деле... Ну, вот совсем недавно мы подписали договор с МГУ, с кафедрой вычислительной математики, по подготовке студентов как для, собственно, целей развития нашей компании SAS, так и, собственно говоря, для проведения проектов, которые мы инициируем у заказчиков, ну, с тем, чтобы студенты, во-первых, получали возможность стажировки, уже непосредственно в практической деятельности, и они были более подготовлены и востребованы основными там банками, ну, прежде всего банками, да, потому что банковская деятельность требует именно такого рода людей. Ну, и в свою очередь эти люди, я имею в виду студенты тогда еще, да, потом в будущем молодые специалисты, они тоже подумают о том, чтобы, так сказать, да, найти применение своим знаний вот в этих областях, в этих областях. Да, вы знаете, это область деятельности, я считаю, для математиков, которые решили не заниматься фундаментальными науками, она является очень привлекательной, потому что спрос на таких специалистов очень высок, тема аналитики в банковском сообществе, в телекоммуникационном сообществе, она, ну, очень горячая, и вот, в частности, выступая перед Сенатом, ну, я думаю, что в России, может быть, это не столь звучно, но вот наш основатель, Джим Гуднайт, выступая перед Сенатом, на протяжении ряда лет, он постоянно подчеркивает, что в США высшее образование, к сожалению, сделало крен в сторону управленческих специальностей, в то время как теряется количество и качество выпускников именно математической подготовки, и что в этом смысле в мире первенство переходит в такие страны, как Китай и Индия, он реально сожалел об этом, вынужден с цифрами в руках доказывать, что приходится этих людей теперь привозить из Китая и Индии, собственно говоря, ратовал за то, чтобы политиками было это осмысленно, и были сделаны донации в развитие кафедр и институтов с углубленным изучением математики. Я думаю, что в России, на самом деле, да, этот тренд отслеживается так же, потому что даже по своим детям, да, они предпочитают почему-то думать о себе в будущем как об экономистах, они понимают, что самые богатые люди, как правило. Ну вот я бы и хотел, чем они мотивированы, да, экономисты, или некоторое время юристы были, да, очень популярны, востребованы, видимо, мотивации все-таки достаточно примитивные, да? Да, да, без сомнения. Считается, что они больше всего зарабатывают. Без сомнения, это правда. Но, тем не менее, вот, да, мы достаточно фокусная компания, мы компания математиков, есть, конечно, среди нас люди, которые больше специализируются в инженерии или в управленческих функциях, потому что каждому, например, каждому проекту, который мы делаем, нужны проект-менеджеры, это люди в основном все с управленческими качествами. Но, тем не менее, вот, я бы сказал, кластер экспертов, который принципиально для ведения нашего бизнеса, это математики. Это математики. Кстати, математиков из Китая, из Индии у вас... Вы знаете, у нас есть зарубежные люди, как это неудивительно, даже европейцы приезжают в Россию, потому что отрасль в России развивается очень динамично. Соответственно, Москва предлагает достаточно неплохие условия, да, и по зарплате, и по проживанию. То есть, в сравнении с Европой они... Да, к нам приезжают из Европы. Поэтому это еще один показатель того, что тематика очень-очень интересна бизнес-сообществу. И, собственно, да, вот еще раз повторю, мы в данном случае конкурентно способны, если, опять-таки, да, приводить пример, что с охотой, да, с удовольствием едут из Европы, ну, из Азии. Да-да-да, без сомнений, потому что, понимаете, вот это практические навыки, которые, скажем, наши зарубежные эксперты получили, скажем, внедряя, ну, то, что называется Базель-2. Это приложения, которые позволяют рассчитывать риски для банков, да, в этом смысле... Сейчас актуально Базель-3 уже, насколько я знаю. Да, Базель-2, Базель-3. В России в настоящий момент отрабатываются регламенты, которые будут в дальнейшем... Собственные регламенты. Да, собственные регламенты, да, которые в дальнейшем будут предложены... Валерий, прошу прощения, сейчас у нас новости на Финам.ФМ, прервемся, потом мы продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в гостях. Валерий Панкратов, генеральный директор компании SAS России СНГ. Говорим мы на тему рынка решений высокопроизводительной аналитики, разработки, продажи, решений услуг в области бизнес-аналитики. Напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашему эфиру, задавайте свои вопросы. Ну что ж, Валерий, продолжим разговор, если не возражаете. Вот такой вопрос у меня к вам. Как исторически развивалось, собственно, решение в области бизнес-аналитики, да, с чего сначала и до каких вершин дошла сейчас? Ну, вы знаете, бизнес-аналитика действительно охватывает достаточно широкий спектр решений и приложений. Я бы сказал, что, наверное, наиболее распространенным является просто стандартная отчетность, которая строится средствами простейшими, например, от Excel и кончая стандартной отчетностью, которая строится над системой типа ERP, CRM-классов, других транзакционных систем. Это уже давно на рынке, это всем привычно. В принципе, это просто фотографии как бы прошлого, да, те или иные срезы, те или иные параметры, которые выводятся периодически на стол руководства для того, чтобы они могли, взглянув на это, посмотреть и сказать, насколько это отклоняется от их ожиданий. Вот, распространенная вещь, если что-то приковало их внимание. Я прошу прощения, Валерий, вот мы вы говорили, да, это достаточно очевидные истории, которые на стол руководству. Руководство очень часто не обладает, да, профессиональными знаниями в области, ну, неких специфических каких-то вещей, да, и оно, тем не менее, должно увидеть, да, то, что аналитик положил ему на стол. Это делается легко, ну, я имею в виду, это доступно любого уровня. Нет, ну, здесь, смотрите, на самом деле, вот эта регламентная отчетность, она строится по, на самом деле, по ожиданиям как раз этих руководителей. То есть, есть функциональный руководитель, есть там топ-менеджеры, каждый из них формирует именно свои пожелания к тому виду отчетности, который ему говорит, собственно говоря, как развивается его вид деятельности, да. Поэтому аналитик, на самом деле, извлекает необходимые данные для того, чтобы этот отчет составить, да. Поэтому то, что каждый заказчик хочет, то он и видит. То он и получает. И, соответственно, если он видит, что есть какие-то отклонения, то есть происходит анализ отклонений от того, что он ожидал, или на что он надеялся, или от того, что он прогнозировал. И вот дальше следующий как бы шаг — это проанализировать, а почему эти отклонения произошли, да. То есть тогда уже происходят нестандартные, может быть, запросы, нестандартные отчеты, он требует от аналитиков. Окей, я увидел, что вот здесь вот почему-то мы провалились по выручке. Он старается понять, какие параметры повлияли на то, что выручка провалилась. Вот этот нестандартный запрос, он формируется аналитику, аналитик старается пронырнуть в данные вглубь, да, и понять причину, следствие, связи, да, от чего это провал произошел. Вот, это тоже достаточно стандартная вещь, все этим пользуются. И при этом, может быть, от комплексных данных, от агрегированных данных, люди проныривают в детализированные данные, да, для того, чтобы действительно выстроить в себе в голове логические схемы, причины, следственные связи, на основе которых они могут принять тельные решения по изменениям в бизнес-процессах, да, в производственной практике, в чем угодно. Это тоже очень распространенная вещь, которую предлагают практически все поставщики бизнес-аналитики, да. В дальнейшем были придуманы новые инструменты, которые позволяют многовариционные данные, я бы сказал, оформлять в такие кубы, кубы информационные, которые можно рассекать и получать различные срезы информации, да. Это усилило возможность проводить аналитику, расширило количество параметров, по которым можно анализировать результаты. И средства, которые позволяют это делать, так называемые all-up-кубы, они тоже достаточно долго, я бы сказал, лет, может быть, 10-15 присутствуют на нашем рынке и стали повседневностью. Вот, все это является широко распространенным и представлено от десятков вендоров, да. Вот SAS, в принципе, это тоже имеет, да. Но чем SAS силен и выделяется среди независимых агентств, это то, что называется средство углубленной аналитики. И она как раз связана с тем, что на основе существующих исторических данных можно строить модели, которые на основании предыдущих трендов позволяют увидеть, заглянуть в будущее. То есть построить какие-то прогнозы, а на основе полученных прогнозов вариативных постараться оптимизировать свое дальнейшее развитие. Причем вот эта функция оптимизации, она может быть какой угодно. То есть вы можете оптимизировать, не знаю, уменьшать затраты на проведение каких-то операций или оптимизировать с точки зрения увеличения доли рынка, оптимизировать с точки зрения проведения количества сотрудников к минимальным размерам. То есть функция оптимизирующая может быть сколь угодно сложной. И вот здесь как раз SAS держит порядка 35% глобального рынка, при том, что следующий конкурент, который за нами находится, он практически в два раза занимает меньшую долю рынка. То есть SAS в этом смысле признанный авторитет. Мы говорим о глобальном рынке. Да, это глобальный, и на самом деле и рынок России. Это то, за что SAS знают, любят и ценят. То есть когда к нам приходят с вопросами, касающимися, скажем, вот то, с чего я начинал, просто визуализация исторических данных в смысле стандартных отчетов. Ну, здесь нам тяжело конкурировать, потому что действительно есть игроки, которые могут предложить это очень дешево. И наоборот. А, только за счет этого, да? Реально, да, да. Это даже не демпинг, просто поскольку их программные средства не имеют вот этой углубленной аналитики, да, то им не требовалось, собственно говоря, вкладывать деньги в разработку достаточно тяжелого статистического математического аппарата. У них его нет. Поэтому их продукты носят. Дешев. Да, он должен быть дешев, и он дешев. Но вот когда речь идет о том, чтобы постараться спрогнозировать, смоделировать и оптимизировать дальнейшую работу, то, в принципе, вот здесь на сцену выходим мы, как мировой признанный лидер. Ну, вот, наверное, краткий экскурс в то, как развивалась бизнес-аналитика. Существует сейчас очень много дополнительных новых продуктов, новых методов. Ну, не знаю, может быть, мы, если будут какие-то конкретные вопросы, я лучше, наверное, смогу сконцентрироваться. Ну, давайте, вот, я знаю, что существует так называемая мобильная аналитика, если можно о ней поподробнее расскажите, что это такое. Вы знаете, мобильная аналитика, на самом деле, это в большей степени средство доступа к аналитике, нежели какое-то отдельное ответвление с точки зрения математического аппарата. То есть, пользователи имеют возможность находиться, собственно говоря, как бы на рабочем месте, вне зависимости от того, где они есть, постоянно. Я бы не стал говорить, что математический аппарат в этом смысле, предлагаемый SAS, несет какие-то преимущества. Визуализация и возможность получать в мобильном режиме данные — это технологии, которые позволяют расширить количество людей, принимающих участие в управлении, и повысить, скажем, время, которое они могут, увеличить время, которое они могут уделять своим управленческим функциям, не более того. — Валерий, скажите, если вернуться опять к разговору о углубленной аналитике, кто основной потребитель этих услуг? Это наверняка какие-то глобальные компании, опять монстры, или, собственно, любой уровень бизнеса способен? — Вы знаете, да, я уже упомянул, что все-таки SAS — это компания, предоставляющая инструменты и программное обеспечение для крупнейших компаний. И вот если говорить об индустриальной направленности, то, конечно, самым крупным сегментом у наших заказчиков — это банки, банки, финансовые организации. Конкуренция там очень жесткая, объемы информации, особенно для розничных банков, огромны. Соответственно, количество параметров, которые необходимо учитывать для принятия решений, тоже очень-очень велико. И поэтому, конечно, такие вот, я бы сказал, серьезные статистические методы для обработки всей этой информации от нашей компании, они очень распространены. Но вот, скажем, в России все крупнейшие банки, скажем, из 10 крупнейших банков, 10 крупнейших банков, да, они все в той или иной части используют SAS. Это и Сбербанк, и Газпромбанк, и ВТБ, и коммерческие банки. Второй отраслью, которая, наверное, использует нас в большей степени является телекомендиционная отрасль, потому что там тоже розница, огромное количество заказчиков, физических лиц, компаний, множество задач, типа уменьшения оттока, типа понимания, какой продукт какому заказчику лучше предложить. И здесь телекомендиционные компании, как, впрочем, банки, стараются отходить от массовой, я бы сказал, маркетинговой бомбежки в силу того, что это поднижает лояльность клиентов. Это уже малоэффективно, да, в нынешние времена, по крайней мере. Да, а вот стараются действительно понять, исходя из истории взаимодействия с клиентом, исходя из того, какие транзакции он совершал, что покупал, как покупал, как оплачивал свои покупки. Вся эта история накопленная, она позволяет, в принципе, сегментировать всю базу заказчиков и постараться угадать следующие его пожелания, да. И в этом смысле, если это пожелание угадано правильно, то без сомнения, во-первых, происходит покупка, а во-вторых, заказчик, собственно говоря, без сомнения более удовлетворен. Что вместо того, чтобы все время ему там в уши, не знаю, в телефон, куда угодно приходила информация, да, наконец-то угадали. Да, наконец-то попали, да, попали, это же так приятно. Безусловно. А, кстати, бывают, к сожалению, наверное, да, бывают примеры непопадания в этом случае, конечно, да, заказчиков. Ну, да, без сомнения, все-таки это статистические методы, которые имеют свою погрешность, да, и поэтому тут важно, чтобы в большинстве случаев мы попадали, или наши заказчики. Опять мы говорим о статистике, да. Да, это статистика, это статистика. Возможно, и плюсы, и минусы, главное, чтобы плюсов было больше. Без сомнений, без сомнений. Ну, в любом случае, наверняка, вы отслеживая, да, условно говоря, отрицательные результаты, стараетесь их минимизировать каким-то образом, да, для этого тоже существует некая аналитика. Я бы сказал, что в каждой компании, вот, культура аналитики, она, она, если компания этим целеостремленно занимается, она повышается, да, повышается точность моделей. И, соответственно, с повышением точности моделей, вот, погрешность попадания, она, естественно, уменьшается. Поэтому все, все зависит от желания компании и, наверное, ее потребности совершенствоваться в аналитических методах. Ну, я думаю, что компания не сама, да, в любом случае этим занимается, а вместе с вами, как минимум, да, в партнерских отношениях. Ну, эти компании занимаются, без сомнения, этим сама, да, но, то есть, этот ресурс, он обычно должен быть и внутри компании. Почему? Потому что зачастую это касается основного бизнес-процесса компании. Валерий, сейчас еще раз новости, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодняшняя тема – рынок решений высокопроизводительной аналитики, разработка, продажа решений и услуг в области бизнес-аналитики. В гостях у меня Валерий Панкратов, генеральный директор компании SAS Россия СНГ. Еще раз я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы495 и сайт компании финам.фм. Ну что ж, Валерий, хотелось бы теперь услышать ваше мнение по поводу развития этого сегмента в России непосредственно, да, как правило, мы говорим об особенностях того или иного бизнеса, да, связанных с ментальностью, может быть, связанных с какими-то другими причинами. Есть такие, можно выделить точнее, да, такие особенности в области бизнес-аналитики? Вы знаете, я бы сказал, что Россия практически полностью укладывается с точки зрения вот трендов развития бизнес-аналитики. Глобальные тренды. Глобальные тренды, да. То есть я бы не сказал, что нас что-то сильно отличает или характеризует как страну, там, не знаю, с повышенным вниманием к аналитике. Или наоборот, да. Да, да. Без сомнения, есть ряд продуктов, которые более востребованы, чем, скажем, в других странах. Ряд продуктов наоборот. А вот, кстати, это с чем связано? С тем, что это в России или... Вы знаете, ну, во-первых, я вот всегда говорю, что Россия — это не родина слонов, да. То есть вот IT-компания, в основном они все-таки продукты, да, программные продукты, они производятся все-таки в основном не в России. Поэтому если они производятся не в России, то они вначале и маркетируются не в России. И они получают первое применение тоже не в России. И только через некоторое время, то есть с определенным лагом, эти новые тренды приходят в Россию. Но, видимо, просто и экономика наша, может быть, она воспринимает эти продукты и становится заинтересованной. Тоже с некоторым лагом. Вот. Мне кажется, что это общая такая прослеживаемая тенденция. Я не удивляюсь ей. И, может быть, даже для меня, как человека, работающего в России, она позитивна. Потому что я смотрю, какие тренды, собственно говоря, назревают или проявляются на Западе. То есть опять можно на опережении сработать. Да, да, да. И ты понимаешь, собственно говоря, с чем можно попробовать, поэкспериментировать, поработать здесь. Потому что каждый новый продукт, он требует определенного разгона. То есть ты должен сначала вложиться в то, чтобы рынок в какой-то степени обучился новым идеям. Ты должен научить поколение аналитиков или экспертов в работе с тем или иным инструментом. С тем, чтобы они получили первые пилотные позитивные результаты. После этого ты должен реализовать один, два, три успешных референсных проекта в той или иной индустрии. Сделать маркетинг этого. И только после этого можно надеяться на то, что целая индустрия, например, воспримет позитивно новый продукт и будет им пользоваться. И ты получишь конкурентные преимущества из-за тем, что ты вот такой молодец, предусмотрел это, сделал первым, вложился. Ты удобрил почту, да. Прошло времени предостаточно при этом. Да, поэтому я бы не сказал, что Россия в этом смысле сильно отличается. В России, так же, как и во всем мире, в большей степени, как я уже заметил раньше, именно финансовые институты востребуют нашу аналитику. Может быть, знаете, отличаемся, может быть, с тем, насколько внимательно к нашим инструментам сейчас относится госсектор. Потому что, конечно, за рубежом агентства, ведомства, министерства, они покупают значительно больше SAS, используют значительно больше SAS. Я думаю, что это связано как раз с их готовностью использовать SAS, его методологии. Потому что для того, чтобы это использовать, во-первых, необходимо, чтобы транзакционные данные, которые необходимо анализировать, в достаточно большом объеме совокупности, они были сформированы. Вот сейчас наши государственные учреждения все-таки в большей степени нацелены на то, чтобы внедрять транзакционные системы, совершенствовать свои бизнес-процессы в связи с этим. И вот когда, собственно говоря, эти транзакционные системы накопят объем данных, тогда в большей степени уже придет необходимость в аналитике, о которой говорю я, в углубленной аналитике. То есть отчетность есть в госсекторе, возможность задавать детальные вопросы есть в госсекторе, а лап-технологии в госсекторе широко используются. Предиктивные модели, я бы не сказал, что они широко распространены. И тем более возможность получать доступ к прогнозированию или оптимизации, нет, этим практически никто не пользуется пока. Ну, видите, действительно, мне кажется, что здесь нужно смотреть на развитие именно с эволюционной точки зрения. То есть эффект низкой базы, что называется. Да, да, да. Насильное эволюционное внедрение этих продуктов, оно не имеет никакого смысла. Поэтому мы сейчас ведем работу как раз то же самое. Мы стараемся инвестировать свое время для того, чтобы найти задачи, которым требуется действительно хорошая статистическая проработка. Такие задачи есть, но они не лежат на поверхности. То есть они еще не лежат в умах людей, которые формируют требования к темным IT-продуктам. Это мы сейчас о госсекторе опять говорим. Да, да, я говорю все по-прежнему о госсекторах. А остальные коммерческие секторы, то проникновение САС, которое существует в России, и темпа развития, скажем, интерес к САСу, он очень адекватен и очень похож на то, что мы видим на Западе. То есть это, что называется, само время диктует, да? Да, да, да. Я бы сказал, что зрелость институтов, она, собственно говоря, показывает их интерес к аналитике. Валерий, еще такой вопрос. В последнее время много говорят о больших так называемых данных, высокопроизводительной сверхточной аналитики. Эти темы связаны, и что это такое, если можно поподробнее? Большие данные. Вы знаете, тоже, я бы сказал, определенное эволюционное развитие аналитики. Это следующая ступень, да, в эволюционной лестнице? Ну, на самом деле, существует несколько измерений развития аналитики. Одно из измерений, это, в частности, с каким количеством данных могут работать аналитики. Какие технологии существуют для того, чтобы работать как можно с большим количеством данных. Появилось понятие, ну, big data, я могу сказать, да, большие данные. В связи с тем, что компании поняли, что кроме структурированной информации, которая исторически была доступна, и именно с ней работали аналитики, к структурированной информации, технологически удалось добавить возможность анализа неструктурированной информации. А вот объем неструктурированной информации, как оказалось, он значительно больше объема структурированной информации, причем в разы. И польза от этого для некоторых индустрий и некоторых приложений достаточно существенная. Вот если, ну, в качестве примера, да. Да, в качестве примера, что есть неструктурированная информация? Ну, во-первых, что такое неструктурированная информация? Это информация, которая не укладывается ни в какую модель данных. Скажем, структурированная информация — это информация, которую можно разместить в базе данных. Там существует структура базы данных с таблицами. Если информацию в нее по каким-то признакам нельзя разместить, в частности, это текстовая информация, это видеоинформация, это веб-логи. Существует огромное количество информации, которая не укладывается в модель базы данных. И вот ее действительно раньше никак нельзя было применить. Вот я об этом хотел сказать. До последнего времени все это сквозь пальцы утекало, а ведь там тоже наверняка огромный повод для того, чтобы поразмышлять. Совершенно верно. И вот статистики, математики смогли придумать возможность структурировать неструктурированную информацию. Звучит очень убедительно, да, структурировать неструктурированную информацию. Да, но, тем не менее, существуют методы, которые позволяют извлекать дополнительную пользу от неструктурированной информации. И в случае применения математических моделей, предсказательных моделей, скажем, которые строились раньше исключительно на базе структурированной информации, если теперь к ней добавить еще неструктурированную информацию, то оказывается, что можно увеличить точность предсказания. А повышение точности предсказания, в конечном счете, может дать достаточно большой экономический эффект. Ну, как практический пример, мобильные операторы все-все страдают глобально от оттока. Оттока клиентов? Оттока клиентов, да. Причем показатели по оттоку клиентов могут быть катастрофически большие. Я прошу прощения, учитывая, что у нас, по большому счету, три мобильных оператора, они куда текут-то друг к другу? Друг к другу, да, совершенно верно, друг к другу. Да, но тем не менее, ведь важно действительно удержать, повысить лояльность, потому что привлечение каждого абонента — это деньги. Если вы можете не тратить деньги на привлечение, а удержать существующего, значит, вы не потратили какие-то деньги. Это экономически очень легко обусловлено. Не потраченные деньги, как известно, да, я считаю, заработанные деньги? Да, поэтому существуют специализированные аналитические группы практически во всех мобильных операторах, которые занимаются проблемой оттока. И что они делают? Они берут исторические данные и стараются сегментировать базу клиентов, и понять, почему у того или иного сегмента, вот что их привело к тому, что они покинули нашу компанию. Занимаются причинно-следственными связями. Это первое, что они делают. И после того, как эти причины-следственные связи каким-то образом выявлены, они стараются придумать какие-то маркетинговые компании, которые позволят этих клиентов удержать. Вот в этом смысле мы, как математики, предоставляющие статистические модели и инструменты для распознавания людей, склонных к оттоку, мы можем сказать, что если вы улучшили предсказательную способность модели и точность границ сегмента вы очертили лучше, скажем, на 50%, то вам это позволит, с применением тех же самых маркетинговых компаний, более адресно, добиться лучшего экономического эффекта. Вот и все. И в этом смысле было показано, что если строить предсказательные модели по оттоку с применением неструктурированной информации, то качество модели может улучшиться до 30%. Это огромный показатель. Реально это огромный показатель. То есть отдача на инвестиции в проработке таких моделей, она колоссальная. Потому что каждый мобильный оператор, он работает приблизительно с 80 миллионами людей. Из них вот... 30% это... Да. Ну, на этой базе эти цифры становятся очень интересными. Кстати, вот мы опять, да, в разговоре о неструктурированной информации. Вот ваш пример, связанный с оттоком клиентов, да, мобильного оператора, после того, как выяснена причина, да, по какой причине, да, точнее, тот или иной человек решил расстаться со своим оператором, после этого эта информация может структурироваться каким-то образом, да? То есть вот это... Нет, я бы не сказал так. То есть, вы знаете, зачастую, когда работают статистические методы, мы не вникаем детально в механизм принятия людьми решений, да? Ну, причина, тем не менее, находится причина. Да, в конечном счете, это уже задача маркетолога докопаться до истинной причины, почему тот или иной сегмент в большей степени склонен к оттоку. Мы, как люди, работающие статистикой, стараемся как раз вот расчленить всю базу, да, и показать, что почему-то вот эти вот люди там в течение трех месяцев с такой-то вероятностью покинут вашу компанию. То есть именно почему-то, не суть важных причин. Да, почему-то, да. В принципе, нет, есть виды анализа, которые могут привести к коллекционным анализам, в частности, регерсионный анализ, которые могут показать, что являются основными факторами, которые показывают нам, что они являются склонными. Опять набор факторов. Да, это набор факторов. Либо это, либо это, либо это, либо это. Ну нет, там в большей вероятности это вот этот фактор, с меньшей вероятностью это вот этот фактор. И после этого уже, собственно говоря, люди, сидящие внутри оператора, почему я и говорю, что эта часть знания неотторжима от основной деятельности компании. То есть должна быть группа экспортов внутри таких компаний, будь то мобильные операторы, банки, которые уже лучше понимают, да, почему это происходит. И, собственно говоря, разработка дальнейших маркетинговых компаний, она как раз зависит от вот этого понимания. Как можно воздействовать на этих людей для того, чтобы они остались в компании. В данном случае, ваша задача некую рекомендацию дать, да, я так понимаю? Нам надо показать, какие сегменты, от чего зависит поведение, вот что повлияло на них. Показать, собственно говоря, что является триггером. После этого, собственно говоря, маркетологи должны уже придумать, что делать дальше. Спасибо, Валерий. Еще раз мы прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Собственно, тема его озвучена неоднократно. Рынок решений, высокопроизводительные аналитики сегодня мы обсуждаем. В гостях у меня Валерий Панкратов, генеральный директор компании SAS Россия СНГ. И, Валерий, учитывая, не так много времени осталось до конца эфира, давайте поговорим о неких тенденциях, глобальных тенденциях, ну и тенденциях локальных, я имею в виду, российских или связанных со странами бывшего Советского Союза, Восточной Европы. Каковы тенденции в развитии современной аналитики, вы видите? Ну, вы знаете, вот в самом названии темы нашей встречи основной тенденции присутствует. Уже есть. Это высокопроизводительная аналитика. То есть, на самом деле, высокопроизводительная аналитика, возможность ее появилась на пересечении ряда новых технологий. Во-первых, значительно уменьшилась стоимость хранения информации. То есть, это стало привлекать нас с экономической точки зрения, хранить больше и больше информации. Раньше информация, каждый терабайт, петабайт информации стоила очень дорого. Так вот, сейчас производители, как мы называем, железа, они достигли таких технологий, что действительно хранение информации, вот в частности, были оценки независимого агентства, что один терабайт информации вместо 37 тысяч долларов в течение года хранить, можно хранить теперь за 2 тысячи. С использованием определенных технологий. Соответственно, если вы можете хранить более глубокую историческую информацию, или то, что я упоминал, хранить больше неструктурированной информации, то вы, в принципе, получаете возможность более точно прогнозировать результаты будущей деятельности и занимается оптимизацией вашей деятельности, что должно, в принципе, дать вам конкурентные преимущества. Соответственно, SAS в этом смысле, я считаю, является одним из лидеров с точки зрения создания программного обеспечения, которое позволяет распараллелить процесс статистического моделирования и статистических расчетов. И таким образом, то, над чем раньше аналитик проводил часы, а может быть, бывало даже дни, то есть, на самом деле, прогон одной модели раньше, ну, еще 2-3 года назад мог занимать 20 часов, 2 дня, для того, чтобы в конечном счете модель просчиталась, а аналитика получила результаты. Наши технологии, современные высокопроизводительные технологии, позволяют убыстрить это порядка в 100 раз, то есть аналитика проводит несколько минут, ожидая результаты просчета модели, что позволяет ему варьировать параметры модели, изменять модель. То есть за то же время он может прогнать, во-первых, несколько итераций, во-вторых, он может прогнать значительно больше моделей, а это существенно сказывается на экономике всего этого процесса. И если раньше компания просто не могла себе позволить, скажем, ждать целыми днями просчета, ну, вот, скажем, есть компании, которые, ритейловские, так называемые, цепи, да, которые через огромное количество торговых своих точек продают огромное количество различных товаров. Вот, в частности, если взять, там, есть хороший пример, Мэйсис, у них 27 миллионов наименований товаров, у них сотни точек, через которые они продают, у них огромное количество логистических складов. Соответственно, для того, чтобы оставаться конкурентным, добиться преимущества конкурентного, они должны периодически сверять свое ценообразование с конкурентным рынком, пересчитывать модели и понимать, что надо уценивать, что, наоборот, в принципе, можно продавать с некоторым маркапом, что надо просто списывать, потому что не берется. И раньше... При этом это вот огромное количество информации. Да, да. Я вот сейчас представил даже, да, как это... Действительно так. Вручную, как это все переодействовать. Нет, вручную это вообще невозможно. Ну, вот раньше для того, чтобы сделать переоценку, во-первых, надо было построить, без сомнения, ну, во-первых, закачать все данные, очистить, произвести предварительную подготовку, потом запустить модель и ждать порядка, там, двух дней. Теперь все это можно делать, представьте себе, за несколько минут. Это означает, что вы, получив какие-то данные, вы, на самом деле, можете дальше оптимизировать. Да, а что будет, если, а что будет, если. И в этом смысле уточненное ценообразование на таких объемах, оно приводит к существенной экономии. И дает этот фактор конкуренции. Вот, подобного рода задачи не могут быть решены без новых технологий. И именно, именно вот, в основном упор сейчас, да, в бизнес-аналитике является на то, кто из компаний-производителей сможет предложить лучшую функциональность за лучшую стоимость. Вот, это, наверное, является основным трендом. Он все проникающий, да, то есть, я знаю, что крупнейшие компании в России, так же, как компании в Америке занимаются этим. Я не скажу, что это является уже широко используемыми программными инструментами и методиками. Вот, из недавнего исследования, которое было произведено весной 2013 года, опросив 330, по-моему, компаний, американских, крупнейших компаний, IT-директоров, кто из них, собственно говоря, планирует или уже использует подходы к новой тенденции, большие даты, оказалось, что 71% вообще даже не планировали. Просто не планировали. Из 29 оставшихся сотрудников кто-то только планировал. Но реально на этих технологиях работает еще очень малое количество компаний, потому что они не опробованы. В них достаточно много дыр с точки зрения и технологий, с точки зрения того, насколько эта информация может быть распространена. То есть, существует требование к распространению информации, к ее конфиденциальности. Очень много непроработанных моментов. Но я хочу сказать, что существуют компании-пионеры, которые пробуют это. Именно они, скорее всего, задают темп. Кто-то из них преуспеет, кто-то, без сомнения, наоборот, откажется от этой парадигмы. И в конечном счете остальные являются просто последователями, ожидающими практических результатов использования технологий, появления сотрудников и экспертов, которые имеют практическое, а не теоретическое знание. Конечно, это такой передовой тренд, который должен вызреть. Но именно в нем... В нем будущее. В нем, я бы сказал, в нем будущее. И компании, которые серьезно инвестируют в развитие инструментов, методологии, приложений, нового программного обеспечения, которые нацелены на разработку больших данных, они будут востребованы, потому что в конечном счете они несут своим заказчикам колоссальное конкурентное преимущество. Олег, смотрите, у меня неожиданно такой вопрос возник. А как вы думаете, вот чья заслуга, а точнее, на чьей плечи ложится ответственность? Может, да, так корректнее спросить. Вот какая-то компания становится пионером, потому что кто принял это решение, двигаться в этом направлении более интенсивно, чем те, кто стоит вот сзади и ждет, когда все устаканится, когда будут выработаны, опробованы технологии, когда уже будут примеры их успешной реализации. И тогда они скажут, значит, мы к этому тренду тоже присоединяемся. А есть люди, да, есть компании, которые идут впереди. Вот за счет чего этот пионерский задор реализуется? Это наверняка личность, опять мы о личности какой-то. Вы знаете, да, это личность, причем эта личность, она может находиться как в IT, да, она может находиться в департаменте стратегических разработок. Это может быть и генеральный директор компании. А, конечно, чем выше уровень сотрудника, который задумался об этом, который осмыслил потенциальный интерес, да, привлекательность вот этого направления, тем, может быть, легче реализовывать это направление, исследовать его, да, делать какие-то пионерские попытки. Потому что, конечно, нужно принять решение, а не у всех есть такое полномочие, правильно? Да, да. Но, вы знаете, в любом случае компании должны, конечно, с этим экспериментировать, да, не просто купить, потому что все это сейчас стоит достаточно дорого, потому что когда на рынке предложений еще не очень большого количества поставщиков, все это идет с достаточно высокими наценками. Все это надо попробовать на каких-то собственных кейсах, да, поисследовать, поработать, понять, как это вписывается в существующий технологический ландшафт, существующие приложения, понять, как это организационно вписывается, потому что бизнес-процедуры тоже надо перерабатывать, понять, что, собственно, с точки зрения экономики это принесет, потому что конечным критерием должна быть экономика. Надо взвесить, сколько необходимо инвестировать в том, чтобы это направление зажило, да, и причем это не однократная инвестиция, в принципе, надо смотреть это по развитию, да. Соответственно, взвесить, насколько это принесет экономический эффект. И, собственно говоря, не столь быстрый взлет этих технологий, как раз он происходит в силу того, что экономисты являются очевидным тормозом на пути вот этих крупномасштабных закупок инвестиций. Ну, у них такая профессия, они не могут идти, да, с флагом-то как-то переделать. Они должны это делать, они должны это делать. Поэтому внутри каждой компании, которая задумывается о инвестициях в область больших данных, должен произойти процесс, я бы сказал, поспевания, да. То есть должны быть энтузиасты, которые связывают, может быть, свое будущее, которым просто, черт возьми, интересно. А есть же такая когорта людей, которым интересно. Это наша опора. Они и добиваются, как правило, да, вот этих высот. Мы знаем как минимум одного по фамилии Джобс, царца небесная, да, который ярким примером является как раз вот этого пионерского построения. Да, собственно, задача нас, как компании, представляющей вот эти продукты, в настоящий момент тоже пробовать рынок, понимать, в каких индустриях это может быть более востребовано. Искать вот этих людей, которые заинтересованы, да, стараться показать им свои предложения, да, чтобы они попробовали это. И, в конечном счете, индустрия в целом зреет, да. Мы зреем как компания-вендор, которая это предлагает, потому что мы слышим какие-то отклики, это хорошо, это плохо, здесь надо добавить. Соответственно, заказчики тоже входят во вкус, когда у них что-то начинает получаться. Я очень надеюсь, что, на самом деле, этот новый тренд, он даст новый рывок всей бизнес-аналитики. На самом деле, он даст интересные приложения для заказчиков. А для нас, для САС, что важно, оставаться впереди, тоже быть пионерами в своем отрасли. Согласен, согласен. Ну, и если говорить о России, о будущем, да, российского рынка, насколько оптимистично вы смотрите вперед, вот, будут ли востребованы эти услуги именно в России, что интересно. Вы знаете, у меня нет никаких сомнений в том, что это будет востребовано. То есть спрос, который мы видим сейчас со стороны российского рынка и стран СНГ, он реально превышает наши возможности. Мы находимся в хорошем положении, когда нам важно даже выбрать, собственно говоря, с кем нам предпочтительнее работать. Даже есть возможность выбора, да? Реально это так, да. Ну, потому что ресурс, все-таки, аналитический ресурс, как я вам раньше говорил, он ограничен. Он очень сильно завязан на людей. Этих людей ограниченное количество, да? С тем, чтобы серьезно, профессионально работать в математике, для этого нужно не только хорошее образование, но и просто склонности, да? Природные склонности. Вот, поэтому мы сейчас находимся в очень хорошем таком состоянии роста, да? Мы сами радуемся, мы радуем наших акционеров. Но я надеюсь, что мы радуем рынок, без сомнения, наших заказчиков. Это видно, потому что спрос на наши продукты растет, проекты наши успешные. В общем, я бы сказал, все очень неплохо. Да, все очень неплохо и будет еще лучше. С позитивом мы смотрим в будущее. Огромное спасибо вам, Валерий. Напомню, сегодня в гостях Валерий Панкратов, генеральный директор компании САС России СНГ. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Валерий, спасибо, что нашли время. Успехов в бизнесе. До свидания.